Пилоты этих летательных аппаратов находятся не в кабине, но наблюдают снизу. Такова специфика авиамодельного спорта. Соревнования этого типа на Тамбовщине проходят уже около полувека. В этом году площадкой проведения слез остался скульптурно-оздоровительный комплекс ТГУ имени Державина. Организаторами выступает Управление образования, Областное центро развития творчества детей и юношества и Тамбовский государственный университет имени Державина. Что касается представленных команд, то здесь у нас представлены как команда Тамбовской области, представлены 6 муниципалитетов, город Тамбов, город Уварово, город Мичуринск, Токаревский, Тамбовский и Сосновский районы. Кроме того, есть у нас и межрегиональное участие, у нас принимают участие команды из города Липецка. Всего 65 участников, из них 50 – это дети. Самый юный конструктор приехал из Липецкой области. 28-летний Федор недавно стал ходить в кружок авиамоделирования. Сам смастерил пенопластовый Ил-96-300 и даже пристрастил к этому делу младшую сестренку. Я люблю самолеты и мечтаю стать летчиком. Если я буду разбирать самолетов, то я знаю, как отрегулировать его. Взрослые мальчики тоже играют в игрушки. Временами такие увлечения проходят через всю жизнь. Так случилось с Михаилом Пономаревым из города Уварово. В юности он мечтал стать летчиком, но несмотря на то, что по состоянию здоровья сезда штурвал воздушного судна не удалось, полеты стали неотъемлемой частью его профессии. Я пришел с армии, комсомольский секретарь меня, можно сказать, подловил. Ну ты чем можешь помочь? Я говорю, ну вот я это дело знаю и могу, значит, с ребятами заниматься. Он мне говорит, да пожалуйста, приходи в Дом творчества, вот у тебя помещение, вот так получилось. И мне уже деваться было некогда вот так на всю жизнь. Нет двух одинаковых полетов, понимаете, это вот это творчество. Ну никуда от этого не уйдешь. И летчики, и пилоты, по-моему, это все же чуть-чуть такие, ну, романтики. Размах крыла от 400 до 600 миллиметров для запуска участнику предоставляется не более трех попыток. Корректировать полет разрешается с помощью 8-метрового шеста. Приспособление используется, чтобы летательная установка не меняла высоту, а значит дольше смогла продержаться в воздухе. А держать победу можно с любым самолетиком, у каждого свое преимущество. Метательные модели оцениваются по длительности полета, а комнатно-авиационные – по дальности. Также судьи обращают внимание на качество сборки и прочность конструкции. Лопасти в движении приводит механический мотор. Вращение происходит за счет резиновой нити, обмотанной на деревянной дощечке. Одна из экспериментальных моделей – махолет. Отличить его от птицы глазу удается лишь на близком расстоянии. Каждая механическая установка кажется неповторимой в своих свойствах. Оттого было труднее судьям определить победителя. Первое место заняла команда, представлявшая ТГУ имени Державина. Серебряные медали увезли мичуринские команды. Фестиваль продолжит свою работу в следующую субботу. Состязаться в трех упражнениях. Там будут уже более сложные летательные аппараты. Марина Корякина, Дмитрий Наякшин, Александр Кобзарев. Область новостей.